...которая происходит. Я хотел поддержать вас в вашем стремлении, поскольку наши точки зрения в этой части сходятся. И высказать следующую аргументацию этой позиции для чего? Для того, чтобы мы все об этом говорили, чтобы мы это прежде всего понимали. Что происходит у нас сейчас? Происходит у нас сейчас, ну первое, о том, что воля народа на волеизъявления, неважно, это право человека на выбор, то ли с таможенным союзом, то ли с Европейским союзом. Далее. Которые люди выходят за Европейский союз, они тоже имеют право на свое мнение. Другое дело, что это мнение должно быть чем-то обоснованным. И люди, которые их выводят, вообще ничего об этом не говорят. Они руководствуются эмоцией в целях своих корыстных интересов. О корыстных интересах я расскажу чуть-чуть попозже. А сейчас я скажу, почему эмоции. Все говорят, вот, евроинтеграция, европейские ценности, демократия и так далее. Скажите мне, пожалуйста, если они говорят о подписании договора ассоциации с Европейским союзом, то кто-нибудь из них читал этот договор? Вот прямо просто нужно взять. Не только у тех, у которых мнение, но и тех, которые их подбуривают на какие-то незаконные действия. Задайте им вопрос. И многие ответят, что нет. Дальше. Если мы сложную задачку, как нас учили в школе, да, разложим, грубо говоря, на простейшие задачи. Отбросим эмоции, мораль, как говорится, и перейдем к сухим фактам. Любые договоры и взаимоотношения подразумевают экономическую выгоду, да? Неважно. Если от нас что-то требуют, то, соответственно, мы должны за это что-то получить. Не говоря о том, что любые действия предполагают, наверное, какие-то экономические затраты. Второе. Если мы говорим о демократических ценностях и о евроинтеграции, ну, территориально Украина и так находится в Европе, да, поэтому говорить, что мы не в Европе, это невозможно, да? Второе. Если говорить о том, что Украина что-то потеряла, не подписал договор, то это опять же шапман чистой воды. Почему? Потому что в данном случае мы должны прекрасно понимать, что от того, что мы подписали, либо не подписали договор, мы, если мы действительно уважаем сами себя, то мы не будем ни плевать, ни мусорить, мы будем соблюдать законы, требовать соблюдения этих законов от других. Правильно или нет? Правильно. В данном случае говорить о том, что мы стали не демократическим страной, это зависит лично от каждого от нас. Будет ли он соблюдать закон, либо не будет? Теперь второе. Что в этой ситуации, по моему взгляду, важно? Относительно же, говорю, договора ассоциаций. То есть этот договор изначально не выгоден Украине. Ну, не говоря, я же говорю о том, что это подразумевает какие-то экономические для нас задачи. А второе, он не выгоден почему? Потому что, во-первых, пошлины, ну, если мы говорим глобально для каждого из нас, для заводов, для производства и тому подобное. Мы говорим, ну, мы будем в Европе, мы будем получать большие деньги. А за что мы будем получать? Если как раз, наоборот, таможенные пошлины для Европы снижаются, то есть товар их не удешевляется и будет заходить на Украину. Наш товар и для нас пошлины неизменны. Вы слушайте это. Скажите, пожалуйста, это выгодно или нет? То есть это, я же к чему говорю, что это право каждого человека решать, но это право, оно должно быть осмысленным. В противном случае, это, как говорится, какие-то эмоции, которые, ну, не являются фартажом и не являются отчетным. Дальше. Многие не вдавались в подробности, ну, естественно, о том, что в данном случае наше производство, ну, будем честными, да, является сырьевым производством, да. То есть мы поставляем в основном сырье. Где мы не поставляем сырье, так это машиностроение, самолетостроение, различные двигатели, но все это завязано с Россией. То есть мы не должны терять, в принципе, да, какие-то взаимоотношения, и что сейчас выливается всем присутствующим. Ну, я к собравшимся, они слушают. А мы не знаем, просто говорим. Это хорошо. Дальше. Многие из этого договора не знают о том, что подразумевается, ну, понятно, это опять фразы, многие не расшифровывают эти фразы, там, однополые браки, ромосексуализм и тому подобное. Это право человека. Мы не будем здесь влазить, осуждать, либо не осуждать людей. Это их идея. Суть в другом. Суть в другом. Они своим договором об ассоциации запрещают нам осуждать, если они будут это пропагандировать и обязывают нас это пропагандировать. Они признали фильм «Белоснежка и всем гномов», а также Тимура и его команда, агрессивными по отношению к сексуальным меньшинствам. Вы вслушайтесь в это. То есть мы не должны даже высказать слово, если, к примеру, это будет, так сказать, их любовь в присутствии детей. Вы хотите, чтобы наши дети это видели? Не хотим. Правильно я же говорю? Пусть они этим занимаются дальше. Но не затраивая наши какие-то права и тому подобное. Теперь я же говорю, как бы подойду к последнему. К тому, что сейчас, ну, как бы у всех на словах, это то, что произошло в Киеве. Опять же, я же говорю, те политики, которые занимаются, ну, здесь я передумываю на личности, да, того же Яценника и всех остальных. Здесь правильно я поддерживаю полностью это заявление, тоже соглашаю с ним о том, чтобы оно было внесено в единый реестр досудебных расследований. И было расследовано и дан факт оценки, правовой оценки, в том числе уголовным кодексом действий, которые происходят. Наши оппозиционные лидеры, так себя называемые, как раз и подборют людей. Они пользуются вашими эмоциями, не объясняя, что почему. Правильно, либо неправильно. Нужно, или не нужно. Никому сейчас, если вы слышите, то работать так уже не нужно. У них уже, видать, в разы идти на штурм, нас власти, нас, это их, вы поняли, нет. Мы уже должны быть научены горьким уроком с тем, что произошло с Ющенко, да. Мы точно так же руководствовались эмоциями, точно так же поддерживали человека, точно так же ему дали власть, полоту власти. Да, изменена была конституция в его угоду и тому подобное. Чему это привело? К бардаку. Теперь, грубо говоря, те, которые рядом с ним же находились, точно так же хотят эту власть прибрать к своим рукам. Поэтому вывод, прошу вас, не надо руководствоваться эмоциями. Нужно всегда, если говорить о каких-то договорных взаимоотношениях, они должны быть партнерскими. Мы не должны никому позволять нам диктовать какие-то условия. Если, я ценю, говорить о том, что там кто-то там врет, да, то нужно точно так же дать оценку и сказать, точно так же и ты должен сложить свои депутатские полномочия, потому что ты перед этим говорил посадить Тимошенко. А сейчас ты говоришь, что ты этого уже не говорил и говоришь, что она хорошая. Точно так же научись отвечать за свои слова. Все, спасибо. Спасибо и вам за поддержку, за правильную оценку ситуации. Уважаемые друзья, мы завершаем, потому что действительно мной говорят уже холодно. Итак, последнее обращение, которое мы сейчас должны принять, это президенту Украины Януковичу, премьер-министру Азарову, руководителям франции Верховной Ради Украины, послам зарубежных стран Украины, областным советам, Галичины и печатной электронной СМИ. Обращение. Последние события в городе Киеве, бесовские вылазки так называемой оппозиции, их намерение будь, что загнать водолюбивый народ Украины в европейское гетто, не считаясь огромными потерями, которые принесет такая ассоциация, глубоко возмущает всех здравомыслящих людей, рабочих, ИТР, служащих, ветеранов, думающих молодежь. Все они прекрасно понимают, что Евросоюз – это не благотворительное общество, а коммерческая структура, где все норовят, и особенно в условиях всеобъемлющего кредита, направить свои дела в десетную их страну. Примеры фактических стран, Вресии, Болгарии, да и Большей, заслуживаются огромной части своего экономического, промышленного потенциала, тому подтверждение. И смотря на то, что мы видим будущее в нашем обществе, не в людоевском капитализме, который вот уже два десятилетия перемалывает украинский народ, а в новой социалистической формации, в действительно независимой стране, в дружной семье таких же независимых советских народов, мы поддерживаем решение правительства буржуазной Украины, не подписавшее комбайнное соглашение с Европейским Союзом. На тех условиях это означало бы, что в Украине будут уничтожены большинство высокотеологичных наукоемких предприятий, как, кстати, и запланировано Западом, оставив лишь уредные производства, химическую и металлургическую промышленность. Тогда не пришлось бы говорить о высоких социальных стандартах, как Европы, ибо, возможно, многим и на хлеб бы не хватало, Европа не обещала, и это нам не надо, кормить украинцев за свой счет. В то же время она стремится сделать так, чтобы Украина больше никогда не стала высоко разбитой страной, а процесс выбирания нацеления стал еще более интенсивным. Для этого планируется жизнь наших рынков быта, отследоваться работы и источников существования. Не работая, невозможно обеспечить высокий уровень жизни, высоту зарплат, пособий, пенсии пенсионерам, сегменте студентов. Мы все это видим и понимаем, поэтому решительно заявляем лидерам так называемой оппозиции, а в действительности пятой колонии Запада по закабалению Украины. Пошлите вон! Пошли вы вон в вашу омриенную Европу и прекратите тянуть туда весь украинский народ. Мы запрещаем вам выступать в имени всего народа, ибо с вами только такие же предатели, как и вы были одурманенные, полагающие, что в Европе их ждут. Манна небесная, кисейные берега. Нам горько, что в украинском народе есть столь наивные, чтобы не говорить тупые представители. От нас не скрыть, что так правильно говорящие и якобы заботящие обо всем украинском народе я ценю и тягни в бок, а в действительность тянувшись за... Тем, кто не согласен, предлагаем фанализировать риторику действия лидеров так называемой оппозиции и заглянуть в уголовный кодекс. И пойметесь, что они преступники согласно Конституции и законам Украины. Они готовы столкнуть сотни тысяч одурманенных людей, называемых ими детьми, состоящими на государственной службе, такими же детьми в горме, исключительно с целью любыми способами захватить власть в Украине и выполнить свое задание, поставленное им хозяева на Западе. Мы обращаемся к жителям Западной Украины, которым так хочется на Запад. Вы и так уже там. Почти вся ваша молодежь, которая не учится за наш счет, трудится там, как неквалифицированные работники, представители низшего сословия. Почему вы настолько эгоистичны, что хотите, чтобы и мы на Востоке, представители гордого украинского народа, стали мощниками посады или сиделками у кровати больных европейцев? Агол, тугие на ухо. Мы первые в мире запустили спутник Земли и первые в мире вывели человека в космос. Мы можем сотворить еще более грандиозные дела, если вы не будете нам мешать. Напоминаем вам, что вы сегодня не зарабатываете даже на то, что получаете. Промышленно развитый Восток и Юг кормит вас за свой счет. Поэтому не смейте нас получать. Научитесь зарабатывать себе на жизнь, но не в Европе, а в Украине. Скоро вы заявляете, что вы и есть украинцы, ничего не видно из вашего поведения. Не усиливайте тенденции, когда многие наши граждане предлагают исключить Галицию из состава Украины, как избавляются от аппендиксов. Мы обращаемся к киевлянам. Прекратите кормить эту гарасивную злору, загаживающую кричать. Разве вам мало 2004 года. И напоследок мы обращаемся к руководителям западных стран, в первую очередь ЦАК, США, ЕС и особо старающихся Польши и прибалтийских стран. Не суйте нос в наши дела. Не провоцируйте. Не обещайте того, чего не намерены делать. Не разжигайте ненависть в нашей стране, как уже сделали во многих странах мира. Не провоцируйте кровопролитие и войну между славянскими народами. Запомните, все подлое и гнусное, что вы делаете в мире, неизбежно вернется вам и вашим детям. Одним из не участников пикета, граждан Украины, безбирателей, требуем президенту и правительству не поддаваться на давление пятой колонны Запада и не подписывать копальное соглашение с ЕС. Второе. Вместе чрезвычайное положение в Киеве и выбирать проплаченные гостепом США так званых борцов за европейскую мрию. Третье. Инициировать возбуждение уголовных дел против организаторов Шабаша в Киеве. Четвертое. Правительству прекратить додационные выплаты тем областям, которые объявили за бастовку и не работают. Четвертое. Так называемые оппозиции прекратить раскалывать страну и провоцировать гражданскую войну. И шестое. Иностранным государствам прислужатся к предупреждению, озвученному выше. Вот такое, товарищи, предложение есть. Какое мнение у вас? Поддерживаю, да? Кто за это предложение прожил вставать? Кто так? Прошу опустить. Кто против? Таких не вижу. Выстержался. Принято единогласно. Товарищи, статное обращение будет подписано и относительно адресатом. Я уже назвал президент, правительство, Верховная Рада, Косты стран, ну и Городовский Совет Тегаличины. Спасибо всем за внимание.